Добрый день! Добрый день, уважаемые девятиклассники! И добро пожаловать в электронную библиотеку уроков по физике. Сегодня урок физики проведу я, учитель первой категории, Ангелия Виктория Викторовна. Тема сегодняшнего урока – решение задач по теме «Построение изображений в тонких линзах». Цели урока. К концу урока вы сможете применять алгоритм построения изображений в тонкой линзе, характеризовать изображение в тонкой линзе. Для начала повторим основные понятия, изученные ранее. Итак, первый вопрос. Сформулировать определение сферической линзы. Прозрачное тело, ограниченное двумя поверхностями, из которых минимум одна сферическая, называется сферической линзой. Второй вопрос. Перечислить виды линзы. Линзы бывают собирающие и рассеивающие. В свою очередь, собирающие линзы бывают под номером 1 двояко-выпуклые, под номером 2 плоско-выпуклые, под номером 3 вогнуто-выпуклые. Рассеивающие линзы делятся на двояко-вогнутые, плоско-вогнутые, выпукло-вогнутые. Третий. Какая линза называется собирающей? Линза, у которой середина тоньше, чем края, называется собирающей линзой. Четвертый. Какая линза называется рассеивающей? Линза, у которой середина тоньше, чем края, называется рассеивающей линзой. Пятый. Назвать главные элементы линзы и дать их определение. Итак, первый главный элемент линзы – это главная оптическая ось. Прямая, проходящая через центры С1 и С2 сферических поверхностей линзы. На рисунках показана главная оптическая ось для собирающей линзы и главная оптическая ось для рассеивающей линзы. Второй элемент – это оптический центр. Точка, находящаяся на главной оптической оси внутри линзы, через которую лучи проходят, не преломляясь. Следующий элемент – это фокус линзы. Точка, в которой после преломления собираются или рассеиваются лучи. На первом рисунке показана собирающая линза, поэтому в точке F, то есть в фокусе, лучи после преломления в линзе собираются. На следующем рисунке показана рассеивающая линза. В точке F, которая является фокусом линзы, после преломления лучи рассеиваются. Следующий элемент – это фокусное расстояние. Это расстояние от оптического центра линзы до ее фокуса. Шестой вопрос. Сколько главных фокусов у линзы? Главных фокусов у линзы два. Они расположены на главной оптической оси, на одинаковом расстоянии от оптического центра линзы, по разные стороны. На рисунках показана собирающая линза и рассеивающая линза, а также показаны фокусы линз. Они находятся по разные стороны от линзы на одинаковом расстоянии. Седьмой вопрос. Каким является фокус у собирающей линзы? В фокусе собирающей линзы лучи пересекаются после преломления, поэтому фокус собирающей линзы называют действительным. Каким является фокус у рассеивающей линзы? В фокусе рассеивающей линзы пересекаются продолжения лучей, которые до преломления были параллельны ее главной оптической оси. Поэтому фокус рассеивающей линзы называют мним. Девятый вопрос. Какое изображение называется действительным? Изображение, полученное при пересечении отраженных лучей, называется действительным изображением. Десятый вопрос. Какое изображение называется мнимым? Изображение, полученное при пересечении продолжения отраженных лучей, называется мнимым изображением. Каков алгоритм построения изображения в тонкой линзе? Итак, первый шаг. Изобразить линзу и начертить оптическую линзу. Второй шаг. По обе стороны линзы на главной оптической оси отложить ее в фокусные расстояния. Третий шаг. Изобразить предмет там, где указано задание. Четвертый шаг. Изобразить два главных луча. Первый луч, идущий из вершины предмета, падающий на линзу, параллельно главной оптической оси, после проломления проходит через главный фокус. Второй луч, идущий из вершины предмета, проходит через оптический центр линзы, не изменяя своего направления. Пятый шаг. В точке пересечения лучей построить изображение предмета. И шестой шаг. Охарактеризовать полученные изображения. Прежде чем мы начнем решать задачи по данной теме, то есть строить изображение в тонкой линзе, ведем понятие побочной оптической ось. Итак, определение. Побочная оптическая ось – это любая прямая, кроме главной оптической оси, проходящая через оптический центр. На рисунках показана побочная оптическая ось для собирающей линзы и побочная оптическая ось для рассеивающей линзы. Так, задача номер один. Заданы главная оптическая ось линзы МН, положение источника С и его изображение С' найдите построение положения оптического центра линзы С и ее фокусов для трех случаев. Рисунок один. Решение. Для нахождения положения оптического центра С линзы и ее фокусов Ф используем основные свойства линзы и лучей, проходящих через оптический центр. Фокусы линзы или параллельно главной оптической оси линзы. Предмет С и его изображение С' расположены по одну сторону от главной оптической оси МН. Рисунок два. Проведем через С и С' прямую побочную оптическую ось до пересечения с главной оптической осью МН в точке С. Точка С определяет положение оптического центра линзы, расположено перпендикулярно оси МН. Лучи, идущие через оптический центр С, не преломляются. Луч СА, параллельный МН, преломляется и идет через фокус Ф и изображение С'. Причем, через С' идет продолжение луча СА. Это значит, что изображение С' в линзе является мнимым. Предмет С расположен между оптическим центром и фокусом линзы. Следовательно, линза является собирающей. Второй случай. Проведем через С и С' побочную оптическую ось до пересечения с главной оптической осью МН в точке С, оптическом центре линзы, рисунок 4. Луч СА, параллельный МН, преломляется, идет через фокус Ф и изображение С', причем через С' идет продолжение луча СА. Это значит, что изображение мнимое, а линза, как видно из построения, рассеивающая. Третий случай. Предмет С и его изображение лежат по разным сторонам от главной оптической оси МН, рисунок 5. Соединим С и С' находим положение оптического центра линзы и положение линзы. Луч СА, параллельный МН, преломляется и через фокус Ф идет в точку С'. Луч через оптический центр идет без преломления. Линза, как видно из построения, собирающая. Второе задание. Построить изображение предмета АВ в собирающей линзе и охарактеризовать его. Предмет АВ находится над главной оптической осью и за двойным фокусом собирающей линзы. Применяем алгоритм для построения изображения предмета в линзе. Первый шаг. Изображаем линзу и чертим оптическую осью. Второй шаг. По обе стороны линзы на главной оптической оси откладываем ее в фокусные расстояния. Третий шаг. Изображаем предмет там, где указано в задании. Четвертый шаг. Изображаем два главных луча. Первый луч, идущий из вершины В предмета, падающий на линзу, параллельно главной оптической оси, после преломления проходит через главный фокус. Второй луч, идущий из вершины В предмета, проходит через оптический центр линзы, не изменяет своего направления. То же самое делаем из точки А предмета АВ. Строим два главных луча. Первый луч, идущий параллельно главной оптической оси, после преломления в линзе, проходит через главный фокус. Второй луч из точки А проходит через оптический центр линзы, не преломляет. В точках пересечения лучей встроим изображение предмета. Далее характеризуем полученное изображение. Изображение А' В' уменьшенное, перевернутое, действительное, расположено по другую сторону линзы. Задание номер 3. Построить изображение предмета АВ в рассеивающей линзе и охарактеризовать его. Предмет АВ находится над главной оптической осью и за главным фокусом рассеивающей линзы. Применяем алгоритм для построения изображения предмета в линзе. Первый шаг. Изображаем линзу и чертим оптическую осью. Второй шаг. По обе стороны линзы на главной оптической оси откладываем ее в фокусные расстояния. Третий шаг. Изображаем предмет там, где указано в задании. Изображаем два главных луча. Первый луч, идущий из вершины В предмета, падающий на линзу параллельно главной оптической оси, после преломления проходит через главный фокус. Второй луч, идущий из вершины В предмета, проходит через оптический центр линзы, не изменяет своего направления. То же самое делаем и с точки А предмета АВ. Первый луч проходит параллельно главной оптической оси, после преломления в линзе рассеивается и проходит через главный фокус. Второй луч проходит через оптический центр линзы, не приломляясь. В точках пересечения лучей встроим изображение предмета. Далее характеризуем полученное изображение. Изображения А' В' уменьшенные, мнимые, прямые, расположены по ту же сторону линзы, что и предметы. Задание номер 4. Построить изображение в собирающей линзе плоского предмета АВ, наклоненного к главной оптической оси. Решение. Сначала строим изображение А1 точки А, взяв два луча, исходящих из этой точки. Луч, идущий параллельно оптической оси и луч, идущий через оптический центр. После преломления линзы эти лучи пересекаются в точке А1, являющейся изображением точки А. Затем строим ход двух исходящих из точки В лучей. Луч, проходящий вдоль главной оптической оси, и луч, направленный под некоторым углом к ней. После преломления линзы эти лучи пересекаются в точке В1, являющейся изображением точки В. Получаем изображение А1, В1. Характеризуем полученное изображение. Полученное изображение А1, В1 уменьшенное, перевернутое, действительное, расположенное по другой стороне линзы. Задание номер 5. Постройте изображение в рассеивающей линзе плоского предмета А, В, наклоненного к главной оптической оси. Пиши мне. Сначала строим изображение А штрих точки А, взяв два луча, исходящие из этой точки. Луч, идущий параллельно оптической оси, и луч, идущий через оптический центр. После преломления линзы эти лучи рассеиваются, поэтому продолжаем их пунктиром до пересечения. В точке А штрих, являющейся изображением точки А, затем встроим ход двух исходящих из точки В лучей. Луч, проходящий вдоль главной оптической оси, и луч, проходящий через оптический центр. Эти лучи после преломления тоже рассеиваются, поэтому мы их тоже продлеваем пунктиром в обратном направлении, до пересечения, и получаем точку В штрих, являющейся изображением точки В. В точках А штрих и В штрих, которые являются точками пересечения продлённых лучей, получаем изображение А штрих, В штрих. Характеризуем полученное изображение. Получено изображение А штрих, В штрих, уменьшенное, прямое, мнимое, расположено по ту же сторону линзы, что и предмет. Задание номер 6. Построить изображение предмета, когда предмет А, В находится в фокусе собирающей линзы. В этом случае построить изображение просто не удастся, так как лучи будут идти параллельно друг к другу. Поэтому получить решение невозможно. Это своего рода аномалия в построении изображения предмета, которое обосновывается геометрией. Задание номер 7. Построить изображение предмета, когда предмет А, В расположен параллельно главной оптической оси, собирающей линзы. Решение. Применяем алгоритм построения изображения в тонкой линзе. Проводим два луча. Из точки А первый луч, идущий через оптический центр О линза, не преломляется. Второй луч, идущий параллельно оптической оси, преломляется в линзе и дальше, проходящий через главный фокус линзы. Точка А' будет точкой пересечения лучей и изображением точки А. Далее проводим два луча из точки В. Первый луч, идущий через оптический центр О линзы, не преломляется. Второй луч, идущий параллельно оптической оси, преломляется в линзе и дальше, проходящий через главный фокус линзы. Точка В' будет точкой пересечения лучей и изображением точки В. В точках пересечения лучей, то есть в точках А' и В' встроим изображение А' В' предмета АВ. Полученное изображение А' В' увеличенное, действительное, перевернутое и расположено под наклоном к главной оптической оси. Предлагаю выполнить задание. Подумай и ответь. Первое. Отчего зависят характеристики изображений, получаемых с помощью собирающей линзы? Ответ. Характеристики изображений, получаемых с помощью собирающей линзы, зависят от расположения предмета относительно линзы. Второе задание. Какие лучи удобно использовать для построения изображения, получаемого с помощью линзы? Ответ. Для построения изображений, получаемого с помощью линзы, удобно использовать два луча. Первый луч, идущий из вершины предмета, падающий на линзу, параллельно главной оптической оси, после преломления проходит через главный фокус. Второй луч, идущий из вершины предмета, проходит через оптический центр линзы, не изменяя своего направления. Помните, сидим дома и вместе учим физику. Знайте, мы не учим физику, а исследуем, открываем и познаем окружающий мир. Спасибо за внимание. До следующей встречи.